Музыка Красиво озеро Светлое смотрится разве что на карте города. Этакое синее пятно посредине жилых домов. На деле сей водоем перестал приносить даже эстетическую, не то что практическую пользу. Озеро Светлое появилось в 85-м году прошлого века. Если быть точной формулировки, это даже не озеро, а пруд, созданный искусственно на болотистом месте. С тех пор стоячая вода стояла нетронутой. Теперь здесь целая таблица химических элементов и энциклопедии инфекционных заболеваний. Из года в год вода в озере Светлое признается непригодной для купания. Не было за все годы наблюдений, не было ни одного случая, ни одного результата, когда вода из этого водоема соответствовала бы гигиеническим нормативам. Постоянно высевается показательная микрофлора и в больших количествах. И эта показательная микрофлора – это кишечная палочка, такой микроорганизм, который является индикатором наличия органических загрязнений в воде того или иного водоема. Но летом это никак не останавливает поток желающих охладиться, не покидая микрорайон. Поэтому каждый год из неразрешенного для купания водоема вытаскивают тела утонувших. Потому что, несмотря на все резолюции Роспотребнадзора, озеро Светлое считают местом отдыха. Скажите, как вы думаете, а нашему городу нужно вот это озеро? Озеро? Нужно. А зачем? Ну как, тут вообще природа такая, все, развлекается все. Здесь всегда отдыхают люди, то есть как-то расслабляются все равно. И доступно, то есть вышел из дома, отдыхаешь. Первый лед на Светлом – еще одна опасность, которой подвергают себя теперь уже юные нефтекамцы. Уже в середине ноября здесь можно заметить играющих хоккей-мальчишек. О тонком, неокрепшем льду они думают меньше всего. А не страшно? А вдруг провалятся? Нет. Ну, первый день страшно было. Нигде не под ногами там? Не хрустело? Пожалуйте. Не хрустело. И почему не ушли? А? Ну, не боимся, потому что... Нефтекамцы используют пруд не по назначению. Давно уже официально зеленая зона города стала большой свалкой. Это признают и сами жители. Все мусорят, грязь собирается там. Ну, с одной стороны красиво, конечно, то, что озеро, да? А с другой вообще, ну, мусорят люди просто не ценят. Фаназия Хаматханова не первый год убирают за отдыхающими. Работы хватает и зимой, и летом. Очень много мусора. Что тут? Бутылки, сигареты, вот такие мусора много. Летом больше 10-17 мешков собираем. Все бросают, ни конкейера, ничего нету. И это только на берегу. Что касается дна озера, то там можно созерцать эволюцию строительных материалов. С момента образования озера этот район активно застраивался, и часть строительного мусора отправлялась наекрочащим путем в воду. Ни разу не чищенный, ни проточный водоем скрывает на своем дне тонны отходов и ила. Сейчас проходят подготовительные работы по осушению водоема и его очистке. Мы планируем спустить полностью воду, очистить дно, сделать визуальный осмотр. И еще раз хотим проверить, действительно ли то, что говорят населения, есть оборотники. Потому что по геологическим изысканиям выполнен в 1985 году и повторно в 1995 году проектным институтом Башки и Проводхоз. Там никакие родники не существуют. Водоем наполняется только за счет уровня грунтовых вод и атмосферных осадков. Когда будет установлено, существуют или нет на самом деле подземные ключи, тогда и будет решаться дальнейшая судьба водоема. Среди нефтекамцев уже активно обсуждается тема, нужно городу и озеро или нет. В любом случае решение будет приниматься совместно с горожанами. Полина Сюткина, Лишат Исламов, Азад Давлетшин. Информационная программа «Время новостей».